Проходите, пожалуйста. Станислав Орехов. Вы знаете, я признаюсь честно, этот выбор спикера был интуитивный. Такой достаточно, может, немножечко случайный, но, конечно же, я смотрела, как выступает Станислав, я видела его записи. И я его раньше не знала, но когда мы сделали анонс этого мероприятия и сказали, что приедет к нам Станислав Орехов, я удивилась, какое количество дизайнеров на самом деле уже знакомы с его школой дизайна, с его лекциями. И буквально мы сделали первый пост в Инстаграме, и у нас через 5 минут, это было 9 часов вечера, Марию атаковали звонки, была запись уже в этот вечер. Станислав, спасибо вам большое, что несмотря на нелетную погоду, вы все равно добрались до Тюмени ради нас. Встречайте. Спасибо большое за представление. Я работаю дизайнером уже более 10 лет, 11. Начинал с темы визуализации, еще несколько лет занимался, и потом потихонечку перешел в дизайн. На данный момент мы не только делаем проекты, но и я выступаю с лекциями, с мастер-классами. Моя цель – рассказать, как у нас получается, что мы делаем, и, возможно, этот опыт, даже невозможно, а точно этот опыт, помогает большому количеству дизайнеров, начинающих, уже работающих, и студиям по всей стране, даже за пределами нашей страны. Мы организовали на основе нашей методики школу дизайна, где обучаем дизайну с нуля, визуализации. Для опытных людей, тоже дизайнеров, есть курсы по управлению, по менеджменту, по авторскому надзору, по комплектации. То есть у нас более 20 курсов, об этом я расскажу чуть-чуть поподробнее позже. И цель наша, собственно, систематизировать и помочь наладить взаимоотношения между дизайнером и между клиентом. Для того, чтобы к нам же приходили наши ученики, выпускники, и мы вместе с ними работали, чтобы иметь возможность масштабироваться. Мы считаем это очень важным. Опыт, откуда мы получаем? Естественно, не из книг, а работаем с клиентами, работаем с проектами. И я лично попадал в большое количество неприятностей. Я их описываю там у себя в блоге, в инстаграме, рассказываю, которые мне стоили определенных денег, и которыми действительно на своей шкуре, по сути, мы попробовали и предостерегаем от них, от этих проблем, от этих ситуаций других дизайнеров. Сейчас будет ряд картинок, которые мы делаем, чтобы посмотрели, которые проекты в основном у нас работают. Сейчас видео крутилось, это квартира Аллы Паруса, год назад где-то мы ее сделали. Ну вот ожидание и реальность, как говорится, получилось достаточно близко к тому, как мы планировали. Сложный клиент, сложный проект, очень здесь детализирована была проработка всего. Мы, конечно, любим очень такие проекты, необычные, не в плане того, что жить там хотим, естественно, мы не оцениваем эту информацию именно так, мы всегда рассматриваем с точки зрения, насколько клиенту было это полезно и интересно. Он хотел квартиру-домашний клуб, куда он может пригласить друзей и интересно провести время. Но кроме этого делаем достаточно стандартные проекты, как вы видите, это обычный дом в поселке Озерна у нас в Подмосковье, деревянный дом с современными решениями, с современными материалами. Также вот тоже очень технически навороченная квартира, современная, 180 метров, в Москве, Пироговская, с нестандартными решениями. Мы стараемся в дизайн привнести не шаблонные решения, мы не считаем, что надо пойти в магазин и что-то просто купить мебель, и на основе мебели построить интерьер. Всегда стараемся привнести какую-то идею, изюминку, насколько это получается. В данном случае здесь центральная конструкция в виде интеграции телевизора и печки, камина с аквариумом. В общем, все вместе. Так как потолки были высокие, это позволяло у нас сделать такую зону. Материалы стараемся применять достаточно натуральные. Где это возможно? Говариваем, естественно, от ламината. В классике тоже любим, в легкой. Вот один из последних проектов. Мне нравится проект, интересный, с восточными элементами. Такой классический стиль. Замечательный у меня был клиент, у него шестеро детей, двое близняшек. Большой проект в Жуковке, достаточно дорогое место. В эко-стиле нужно было сделать все, поэтому здесь максимум дерева и натуральных материалов. Также сделали и архитектуру, и фасадные решения. И офисы мы делаем, вот в данном случае это офис Москва-Сити. Терминал, который сейчас доделывается и скоро будет запущен. Дизайна здесь, в принципе, не особо много, но просто проект знаковый, и в нем поучаствовать тоже, конечно, очень приятно. Я сейчас хочу рассказать немножко про студию, которую мы организовали. И почему это важно? Потому что все остальное, что я буду сейчас говорить, оно будет именно заточено под этот ТЗ. Как в хорошем дизайне, сначала нужно понять, что мы хотим, а это не всегда просто. Ну, по крайней мере, мне потребовалось достаточно много времени для того, чтобы вообще просто понять, что мне хочется. Сначала у меня было три офиса, они у меня были в разных концах Москвы, но потом в какой-то момент я понял, что я туда не езжу, и необходимости в них нет, клиенты работают удаленно, я сам люблю тоже путешествовать, поэтому мы все их закрыли, и сейчас стараемся вывести работу именно в возможность удаленной работы. Это первая позиция. Слева то, что мне хочется, справа какие инструменты я применяю. То есть такое базовое техническое задание можете тоже составить себе, это может быть вашим первым каким-то заданием, чтобы сегодняшнее мероприятие тоже было для вас как-то полезным. Поэтому путешествовать, значит, мне нужно было удаленное управление. Второе, это масштабное. Я не хотел ограничиваться только 20 людьми, то есть мне хочется, чтобы то, что мы делаем, я мог ввести не 5 проектов одновременно, а 100, например. Ну и не я, а сотрудники, работающие по моей методике. Поэтому масштабно неограниченные команды и проекты, это было второе для меня же задание, которое я себе поставил, чтобы организовать студию. Дальше. Третье. Не надо учить. Конечно же, когда людей очень много будет и есть, не хочется с каждым заниматься и потом думать, что он уйдет, там организует свою компанию. У нас многие, собственно, люди так и делают. Организуют собственные студии, собственные бизнесы, команды между собой образуются, но делают они это после курсов, после нашего обучения, которое мне, в принципе, не сильно много стоит усилий для того, чтобы один раз, сделав материал, выпустив это, по сути, такой обучающий процесс, чтобы люди их проходили и дальше уже либо с нами работают, либо работают сами на себя, либо и на себя, и коллаборации с нами тоже организуют. Такое тоже есть. К нам приходят и дизайнеры, и визуализаторы, которые учились же у нас. И нам очень выгодно работать с такими сотрудниками, потому что они обучились по нашей методике. И на данный момент у нас есть, собственно, набор курсов и учебников, которые мы даем нашим исполнителям, нашим коллегам, с которыми мы потом работаем. Моей задачей было сделать так, чтобы не всю жизнь заниматься дизайном. Я, слава богу, об этом достаточно рано догадался. Хоть мне эта тема очень нравится, я сейчас веду где-то 2-3 проекта в год, которые мне больше всего нравятся. Остальные либо это проекты сами интересные, либо клиенты. С остальными работает наша команда, и я там выступаю в роли арт-директора. То есть как ведущий дизайнер, как именно главный, который все это соединяет, у меня минимальное количество проектов, то, какие я люблю. Это тоже очень полезная штука, потому что позволяет заниматься в том числе и развитием студии и другими делами, которые мне тоже интересны. И моей задачей было построить работу, чтобы если я не хочу работать с чем-то, мне не нужно было обязательно это делать. Для этого нужны были правила, по которым работает вся команда. У нас это называется сценарий дизайн проекта. Что такое сценарий дизайн проекта? Это последовательность действий по стандартному дизайн проекту, который мы делаем, которые знают сотрудники, и она прописана от начала до конца. То есть и там прописаны должности, которые выполняют люди, и как они между собой взаимодействуют. То есть у нас по стандарту профессии 10 функций, сегодня о них чуть попозже поговорим, и они знают, как между собой работать. Менеджер знает, как работать с дизайнером, дизайнер знает, как работать с ведущим, ведущий знает, как работать с клиентом, ведущий знает, как согласовать с арт-директором. То есть когда это все взаимосвязано, в принципе, отвлекаться не нужно. Если эта команда работает и знает, как надо работать, обучившись по предыдущим правилам, проект происходит как часы. При этом получается, что арт-директор руководит именно философией и отвечает за качество, а команда отвечает за соблюдение договора, за сроки, за деньги, чтобы проект состоялся в совмещении со смежниками. Поэтому, написав правила, это потребовало, наверное, еще два года. Мы с командой писали все это дело, а может не два, даже, наверное, больше. В 2011 году мы начали на первом курсе создания студии описывать вообще процесс, и вот закончили, по сути, только в этом. Наверное, больше даже получается. Почти пять лет потребовалось записать правила по каждой из этих тем. Следующая у нас команда. Что подразумеваю? Хочется работать с людьми, которых не надо мотивировать, которые сами горят этой профессией и которые пришли в эту профессию не чтобы денег быстренько сорвать, а которые именно горят ею и хотят делать проекты, потому что им это нравится. Поэтому есть два типа людей, которых надо пинать постоянно, чтобы они работали, и те, которые сами. Им важно дать хороший, интересный проект, интересных клиентов, и они сами будут с удовольствием работать. То есть мы набираем в нашу команду, мы даже не то, что в нашу команду, а это люди, которые с нами близко находятся и которым мы даем проекты, а они ведут их вместе с нами. То есть у нас нету начальников, у нас нет подчиненных вообще в нашей системе. У нас все равны, у нас обмерщик точно так же важен, как и директор, либо руководитель, потому что каждый выполняет свою функцию и делает это профессионально. Вот я считаю это важным, я считаю именно такой в итоге бизнес будущего, он имеет смысл, имеет право на существование. Но опять же, в моем мире. Хотя можно, конечно, и по-другому. Далее. Моя большая задача улучшить дизайн. К сожалению, я много был где, в разных домах, квартирах, разных клиентов видел. Качество дизайна дручающее, особенно те, которые были сделаны 5-10-15 лет назад, когда дизайнеров не было, либо они только зарождались. И лучшим дизайнером был друг-про-раб, который приходил просто и делал, как считал нужным. Более того, так и происходит до сих пор. То есть многие люди просто не понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Хочется, чтобы понимали, хочется, чтобы было все качественно, правильно и хорошо. Поэтому мы описываем, собственно, что имеем в виду под этим качеством. Мы стараемся преподносить это как-то тоже системно, чтобы и люди, клиенты это знали, и дизайнеры это знали. И еще очень важная задача – это престиж профессии. Хочется ее поднять, потому что сейчас дизайнеров, не знаю, как у вас, в Москве их очень много. И совершенно непонятный уровень качества работы этих дизайнеров, потому что профессия не имеет какой-то лицензии, не имеет никакого стандарта. Любая выпускница двухмесячных курсов, бывшая домохозяйка считает себя дизайнером и, нарисовав чего-нибудь в блокнотике, не своими руками даже, а кого-то взяв, или скачав даже с интернета картинки, говорит, что я дизайнер, начинает работать. И запретить ей это делать никто не может, а у клиентов не всегда хватает чувства прекрасного, чтобы понять, что она ничего не делает. И даже если рисует картинки, то техническую часть тоже никто не отменял. Как правило, не получается тоже это все хорошо соединить. Исходя из этого, клиенты недовольны дизайнерами, они считают, что не будем никого нанимать, будем делать сами. И вообще все шарлатаны, и профессия у нас, к сожалению, уровень ее такой, немножечко за гранью. Хочется поднять престиж, как это в Европе, либо в США, когда дизайнер это профессионал, к которому ты приходишь и получаешь конкретный продукт. Ради этого была сделана у нас, я два года занимался созданием темы стандарт профессии дизайнера интерьера. Этот стандарт подразумевает деление всех функций, которые выполняет дизайнер административных и творческих на составляющие. И описание тех навыков, знаний и действий, которые должен совершать человек, либо функция на том или ином этапе. И как они между собой взаимодействуют и работают. Мы это делаем сейчас, в этом году мы завершили, сейчас проходит дебата. Вы можете тоже поучаствовать в этом обсуждении, вы сможете прислать мне запрос, на почту я вам вышлю этот стандарт, и после сегодняшнего дня, после сегодняшней лекции, вы можете тоже со всем этим материалами ознакомиться и высказать свое мнение. Мы считаем это очень полезно и нужно. Как итог, что сейчас у нас получилось. Готовая система работы студии, стандарт профессии готовый, 20 курсов готово, учебные материалы и шаблоны готовы. И также мы помогаем настроить комплектацию, работая на комплектацию, потому что на этой части дизайнер зарабатывает наибольшее количество денег, если вы работаете в студии. Да, кстати, небольшое отступление. Если кто-то работает один, это хорошая работа на себя. Как только мы начинаем делегировать и как только мы набираем 2, 3, 4, 5 сотрудников, пытаемся немножечко отойти от этого, мы все равно работаем себе на зарплату. И заработать можно только управляя процессом, только строя и только зарабатывая с комплектации, как с клиента, так и с агентских вознаграждений. Уважаемых поставщиков. Мы считали по-разному, у нас были формулы, мы очень сильно заморочились, но, к сожалению, не получится при стандартной цене дизайнеру заработать как бизнесу здесь, в этом направлении, если организована студия, не делая реализацию. Ну что ж, давайте к сегодняшней теме. Комплекс услуг, который мы предоставляем, это проектирование, авторский надзор, комплектация и управление строительством. В результате проектирования у нас получается альбом 3D-моделей, альбом 3D-шечек. У нас получается рабочий проект. Кстати, рекомендую называть то, что вы делаете, не рабочей документацией, а именно рабочим проектом. Да, это как бы мелочь, но в итоге, если это будет названо рабочей документацией, в принципе ее краем можно примотать к документации, которая требуется по архитектуре. А это уже там ГОСТ, СНИП и все остальное. Если это рабочий проект, то это может быть художественным оформлением, и мы в договоре именно так и пишем. Как бы такие мелочи, они сквозят везде, и они очень важны. Поэтому рабочий проект. Третье здесь – это ведомости. Ведомости, где прописано, что мы используем, какие площади, материалы, которые можно идти закупать. Это результат, который мы берем и который теперь сдаем клиенту, и можно начинать воплощать. Для того, чтобы воплощать, авторский надзор – это визуальная. Именно визуальная проверка. Будьте внимательны в соответствии работа дизайн-проекту. Ни в коем случае не техническая. Если нужна техническая проверка, то должен быть отдельный специалист, который приходит и проверяет техническую укладку. Фотофиксация – это то, что мы делаем. Введение журнала авторского надзора и согласование артикулов, цветов и материалов, выкраса и ткани. Мы выносим именно согласование конкретики на этап создания проекта. Почему? Потому что невозможно написать в проекте, какую краску нужно покрасить. Потому что можно провести очень простой эксперимент, набрать RAL 21.01 или какой-то. И выйдет любой. Выйдет большое количество изображений, которые будут совершенно разные. От бежевого до серебро-малинового. У каждого производителя, хоть это и должен быть эталон, но у каждого производителя краска именно такая. И каждый оттенок нужно проверять именно на стадии реализации. Потому что если мы напишем все это дело в проекте, строитель пойдет, купит именно эту краску и потом все покрасит, что все это не сойдется и потом скажет, что дизайнер шарлатан какой-то, потому что ничего не сходится. И именно можно так и объяснять, показывать клиенту и они соглашаются, что именно выкрасы и материалы, именно сочетание мы выносим на авторский надзор и на сопровождение собственной стройки. И пятое – это доработка долгов и исправление ошибок. Что я подразумеваю под долгами? Если у нас в рабочем проекте либо в визуализации мы приняли что-то с оговорками для того, чтобы пройти просто дальше и начать строить, мы эти оговорки все прописываем. Клиент это подписывает, мы это тоже имеем возможность перевести на следующий этап. Клиент нам закрывает этот и мы идем спокойненько на реализацию. Долги там собственно дорабатываем. Если у нас какие-то ошибки, то тоже мы это дело дорабатываем. Если строители построили либо не так, либо у клиента вдруг пришли какие-то изменения в процессе работы, то это дополнительная работа. На авторском надзоре бесплатно мы это не можем делать. Вернее, можем, но не должны, скажем так. Стоимость авторского надзора у нас в Москве – это 7500 за один выезд, 4 выезда – 30 тысяч рублей по Москве, если далеко ездить не нужно. И я хочу, чтобы точно этот список вы запомнили, потому что, как обычно говорят, выезды по магазинам, либо давайте подберем чего-нибудь, давайте посчитаем количество материалов, давайте привезем, проконтролируем. Это сюда не входит. Очень важно делить услуги, потому что если ты не делишь услуги, то они смешиваются, и в итоге ты отвечаешь за все. У тебя нет границы ответственности, и непонятно, когда заканчивается одна услуга, и начинается другая. Важно, чтобы был отдельный договор, в котором точно прописано, что мы делаем именно для этой части. Дальше это комплектация. Перед тем, как начнем по комплектации, там есть список, вы сможете его либо сфотографировать, либо я его могу тоже на почту прислать. В целом есть два типа комплектации, студийная и проектная. Два вида комплектатора, вернее, можно так сказать. Что такое студийная комплектация? Студийная – это когда мы договариваемся с поставщиками, заключаем агентский договор, привозим в офис какие-то образцы, в общем, набираем себе такой пул информации, который позволит нам и нашим дизайнерам в дальнейшем, основываясь на этой информации, без необходимости ездить по салонам, уже что-то обсуждать с клиентом и что-то принимать. Как правило, мы выбираем себе какие-то типовые решения, но не то, что типовые, которые нам больше всего нравятся. Соединяем их в офисе и с ними начинаем работать. Также очень важно с ключевыми поставщиками заключить агентский договор, по которому мы будем получать деньги с продаж. Мы договариваемся с поставщиками о том, что мы будем поставлять им клиентов наших. За это они нам будут оплачивать процент со сделки. Этот процент идет не с денег, которые платят клиенты. Самое главное, чтобы этот процент был с прибыли именно этого поставщика. Аналог рекламы в журнале, рекламы на каких-то семинарах, баннер на рекламе. То есть вот это самое ключевое. И чтобы это прокатило, с менеджером нельзя говорить об этом, потому что по сути это вы заменяете менеджером по продажам. Надо говорить либо с генеральным директором, либо с коммерческим. Как только с ними говоришь и объясняешь именно вот эту суть, они готовы тебе какую-то часть. Это не обязательно 10%, не обязательно 5%, не обязательно 15%. То есть можно тут договориться в зависимости от маржинальности этого продукта. Если это пластиковые окна, то там может быть 2% хорошо. Или, допустим, светильники светодиодные на огромный объем 3% это тоже очень хорошо, если вы офис комплектуете. И если это какая-то индивидуальная конструкция, вот как я камин, допустим, показывал, либо вот эта центральная вещь, там может доходить до 20% и более даже процентов, потому что непонятно, сколько это должно стоить. В общем, чем более универсальный продукт, тем, как правило, ниже, ну и более конкурентный, ниже цена. Важно нащупать этот процент, договориться с хозяином, либо с коммерческим директором, и дальше спокойненько уже с ними работать. Это вот очень важная часть. Почему? Потому что, по сути, это и есть половина основного нашего заработка. Вторая часть – это комплектация проектная. Здесь мы получаем деньги с клиента за сопровождение всего того, что нужно купить. Потому что дизайнер не обязан закупать. Просто запомните это раз навсегда. Да, вы сдали, вы авторский надзор ведете, а закупки вы можете, конечно, под это дело подписываться. Но подписываться надо не бесплатно, потому что это отдельная работа. Будет большой глупостью, большой ошибкой делать это в рамках авторского надзора. Потому что это тоже половина наших денег. И самая большая здесь тоже еще проблема в том, что дизайнеры не все знают, из чего состоит грамотная детальная комплектация. И сейчас вы увидите, что это точно стоит 5-10%. 10% точно это стоит от закупаемого оборудования. Давайте, вот 23 пункта состав услуги комплектации. Да, если у кого-то этого нет, можете фоткать. А если кому-то нужно будет, я потом пришлю вам по почте. Контакты, я так понимаю, у нас есть, мы вам вышли. Значит, что делаем? Поиск материалов, сантехники, мебели, индивидуальная встроенная мебель и инженерия. Мы ищем то, что было заложено у нас в ведомостях, уже было заложено дизайнером. Но не всегда это является оптимальным решением. У клиента, пока делался дизайн, может он накопил денег или наоборот он понял, что нет, это мне не подходит, деньги у него кончились. И нужно, как правило, все равно что-то менять. И это задача, которую должен кто-то делать, кто-то решать. Не всегда у клиента он согласовывает, допустим, подписывает дизайн проект, не вдобавясь детали, потому что ему нужно скорее выходить на стройку. И он не мониторит цены. И какие-то, допустим, элементы мебели, материалов он согласовывает по картинкам, а надо смотреть вживую. И когда он начинает смотреть вживую, оказывается, что нет, что-то не то. Я не то имел в виду, не то хотел, не по такой стоимости, давайте на что-нибудь заменим. Собственно, комплектатор занимается тем, что находит аналоги. То есть производит такой маркетинг по рынку и ищет аналоги. Чем можно заменить массивную доску за 10 тысяч? Можно ли российским производителям заменить за 2 тысячи? Какие плюсы, какие минусы? То есть анализирует то, что было заложено и дает альтернативы. Далее. Проверка наличия сроков условий поставки. Тоже очень важное условие. Она может теоретически есть, но приедет через 3 месяца. А нам нужно уже через 3 месяца сдать все. Согласование деталей, артикулов, комплектации. Собственно, если мы заказываем, к примеру, сантехническое оборудование, получается так, что там очень много мелких деталей. Вы как дизайнер знаете, что там есть сливы и всякие отдельные элементы. И если клиент придет в салон, естественно, может менеджер помочь, а может и не помочь. А может помочь не так. Может делать так, что какой-то элемент с другим не будет сочетаться. Это тоже внимательно смотрит комплектатор и проверяет это дело. Также он инициирует проверку цветов на авторском надзоре дизайнером. Комплектатор как функция, как специалист, сам не может принять то или иное решение и он обязан организовать встречу, если это студия, то он обязан организовать встречу с ведущим дизайнером, который согласует это на авторском надзоре. Если это одно лицо, дизайнер-комплектатор, то, конечно, он сам придет в салон, совместив эти элементы, он поймет, что они совпадают. Далее. Выбор поставщиков заказанных позиций. Кто у нас будет делать индивидуалку. Это тоже очень важно и очень ответственно, потому что, на самом деле, все обещают, что будут молодцы, что сделают кухню индивидуальную, шкафы индивидуальную, но потом начинается проблема. И вот чтобы избежать этих проблем, нужно проверять по косвенным признакам, по отзывам, может быть, еще как-то, всех кандидатов. Составлять тендер, возможно. Производитель индивидуальных позиций. Плюсы и минусы составляют анализ и консультация. Следующее. Дальше это еще не все. Консультация поставщиков по размерам. Когда заказали, начинаем, естественно, с ними работать. Кто эту работу оплачивает? Тоже. Кто-то должен оплачивать. Это все не просто так. Тендер, сравнение, сопровождение консультации, помощь в заключении договора, условий. Бывают очень хитрые ситуации, когда поставщик посовывает свой договор, который очень проблемный для клиента. И комплектатор, либо дизайнер тоже не должен этого допускать. Поэтому надо быть чуть-чуть и юристом, понимать, где там можно накосячить, ну или привлекать юриста, если не получается. Сравнение цен, образцы выкрасов, привоз, отвоз, чтобы сочеталось все это дело с другими элементами. Сочетание всего заказа в интерьере, а не как в каталоге. И логистика соединить с календарем стройки. Следующее. Вот уже третий лист у нас пошел действий. Приемка на объект, работа с рекламациями, замена снятых с производства позиций, детали эксплуатации, рекомендации по уходу, введение мониторинга таблицы заказанного оборудования, что уже заказали, что несколько осталось, сколько денег платить. Альбом с указанием мест покупки артикулами. Считать точное количество с запасом. Да, кстати, очень важная вещь. Проблемы начинаются, когда сколько запаса надо делать. Наверное, многие сталкивались с такой ситуацией, когда покупают, там либо много, либо мало. Виноват всегда дизайнер. Чтобы дизайнер не был виноват, надо просто тупо согласовать с клиентом, какой запас мы берем. Это простое действие, но которое просто в силу того, что об этом догадываются, не делают и не знают. Нужно спрашивать у строителей, какой запас нужен. Нужно спрашивать у поставщиков, какой запас. Обычно бывает для такой раскладки. И согласовывать с клиентом, именно берем ли мы рекомендованный запас, либо еще плюс, либо экономим, берем минус. И клиент должен сказать, берем столько. Тогда к нам вопросов никогда в жизни не будет. Никто не будет здесь обижен. Собственно, мелочей здесь по каждому пункту много. И деление дизайнерской скидки. 23 опционально. Иногда бывает, когда клиент готов встроиться в наши взаимоотношения с поставщиками, когда есть дилер, допустим, и мы просто пополам делим нашу часть и часть клиента. То есть вот эту скидку, которая нам идет, мы можем ее в том числе отдавать клиенту. Вообще отдавать клиенту или не отдавать, это такой организационный вопрос. Все, что я сейчас говорю, это немножко не про это. То есть сколько брать денег и какой процент, и как ими делиться или не делиться, это уже каждый решит самостоятельно. Я сейчас больше про принцип. Согласна, что эта работа объемная? И согласна, что авторский надзор нельзя это совмещать? Либо если мы это совмещаем, то скорее всего вот это все мы не делаем. А мы должны это делать. Мы не можем ни один пункт из этого вычленить, чтобы произвести работу качественно. Если мы не делаем эту работу качественно, то зачем мы беремся за это? Мы должны делать качественно. Нельзя ни один пункт вычленить. Все это надо сделать. Вот так вот на авось не пройдет. Вернее, многие стараются, пытаются, что будем решать проблемы по мере их поступления. Но это же неправильно. В какой-то момент мы можем попасть, и попасть очень сильно. К примеру, даже у меня при идеальной практически этой организации мне пришлось купить радиатор за 80 тысяч недавно. Просто потому, что мой сотрудник не смог галочку одну поставить, уведомление условно, а управляющая компания тоже пропустила это. А получается, что радиатор не подходит для квартиры. То есть заказной дорогой радиатор пришлось мне купить, потому что что делать? Клиенту не подходит, клиенту я новый заказал, а этот вот у меня в доме лежит. Ну куда-нибудь пригодится, конечно, но все равно обидно 80 тысяч. И таких ситуаций много может быть, и кто за это будет отвечать? Мы, если оказываем эту услугу. Стоимость. Сколько это все удовольствие стоит для клиента? Ну здесь есть два типа оплаты. Услуги комплектации. Это либо 30-50 тысяч рублей в месяц, плюс, как правило, это 10% от закупки, от закупочной цены, либо от стоимости контракта, который клиент заключает. Это все клиент, кстати, нам платит, это не поставщики. Либо первое, только одно, любую стоимость можно называть. Это тоже нормально, когда мы берем фиксированную стоимость и все деньги отдаем клиенту. То есть тоже нормально. Но у нас тогда это около 70-80 стоит в месяц. Мы сажаем двух людей. Как правило, это менеджер такого, комплектатор, да, и помощник ему, который ездит, привозит те или иные образцы. Либо то, либо то, либо и то, и то вместе. То есть тут уже в зависимости от типа клиента можно это делать. Вопрос всегда к заказчику, готов ли он взять на себя все те функции, которые мы показываем и объясняем. Или не готов. Почему считают, что это достаточно просто? Потому что не понимают, с чем придется столкнуться. То есть кажется, что вот у меня ведомости есть из дизайн проекта, я их сейчас возьму, пойду в магазин и как батон хлеба куплю себе плитки. Такого не бывает. Плитку купил, а тебе нужно еще соединить это с индивидуальными выкрасцами, допустим, кухни. А кухню там цоколь нужно соединить с плинтусом. Ну и так далее. Начинается куча проблем. Клиенты это не понимают, поэтому наша задача, прямая задача, это все объяснить спокойненько, внятно, аккуратненько. И тогда некоторые клиенты, не все, есть упертые, естественно, есть люди, которые сами будут всегда делать и вы с ними ничего не сделаете, никак не переубедите. Ну просто вот они так хотят. А есть люди, которые слышат, что мы говорим. И такие люди готовы платить деньги. Это бизнес-класс, бизнес-клиенты, которые сами не готовы этим заниматься и с удовольствием отдадут это профессионалу, если понимают за что. Поэтому наша здесь задача, как вопрос, как это все продать. Продать можно тем, кому это нужно, если мы объясняем, из чего состоит эта работа. Собственно, вопрос к дизайну, как сделать правильное предложение, объяснить, разобраться самому, понять, научиться делать это, понять, сколько реально времени это нужно на это, сколько тратится. И дальше, собственно, выполнять это, уметь, мало продать это все, дальше нужно по каждому этому пункту иметь некий чек-лист, уметь по нему работать, иметь шаблон, иметь возможность сделать это все профессионально, то есть знать, как взаимодействовать. Вот такая история по комплектации. Есть ли какие-то вопросы? Хотел уточнить, какой процент клиентов именно соглашается работать по такой схеме, которую вы предлагаете? Ну, у нас все соглашаются, да. Есть люди, которые сразу говорят, мы будем сами реализовывать. Мы уже понимаем это, и тогда я им, как правило, даю вот эту методичку, говорю, вы когда сами будете делать, обратите внимание, пожалуйста, на это, чтобы не забороть проект. Ну, в общем, такие клиенты тоже сами реализовывают, в принципе. Процентное соотношение просто хотел понимать в ваших проектах. У нас попадается, наверное, 50 на 50. 50 процентов, с кем мы работаем, но мы не можем в работу, вот это достаточно объемная работа, то есть если мы комплектуем, то требуется, ну, практически половина студии занимается одним проектом, ну, так вот, чтобы серьезно хорошо делать. Поэтому одновременно, но на данный момент больше двух проектов, таких вот мы не ведем. Если нам нужно ввести какое-то коммерческий объект, допустим, ну, вот Галса показывал Москва-Сити, мы набираем тогда, у нас было 25 комплектаторов, потому что там нужно было сделать очень быстро и нужно было сделать именно импортозамещение, российское производство должно быть. И мы три месяца подбирали вот эти ведомости. Скажите, а как вы подбираете вот этих комплектаторов? В короткий срок 25 человек. Где взять? Подбирать невозможно, здесь мы берем достаточно сообразительных людей, как правило, это, не 25 человек, прошу прощения, 25 человек это всего работало на проекте, из них было комплектаторов наверное 5. Как мы делали? У нас два человека, два менеджера или два дизайнера, которые знакомы, ну, вообще понимают, они становятся ведущими и они берут себе помощников, которым локализуют какие-то задачи. То есть, вот эту схему они знают и берут себе, по сути, помощников и дальше распределяют задачи, соединяют это в единую схему. У нас там было 3 башни, поэтому, ну вот, на каждую башню, вернее, один был на одну башню и второй на две. В общем, комплектация управления строительством, основной заработок в студии, потому что, поэтому точно его нужно развивать. Если это так, то подойти нужно очень внимательно. Как обычно бывает и где совершаются ошибки. То есть, дизайнер делает это в конце, как получится, сделал проект, потом, ну, по ходу начинает это все подбирать. Да, получается, но это все, ну, нестабильно, не системно. И, ну, многие так работают, но развития этому, к сожалению, никакого нет и не будет, если системно это не научиться делать. Вот смотрите, по соответствии стандарта профессия у нас есть 10 функций. А как только мы понимаем, где у нас роль дизайнера распределяется, мы можем как-то с этим делом взаимодействовать и можем брать себе помощников. Вот это самое важное. Вот всего 10 функций, мы берем одного дизайнера и раскладываем его на эти функции. Если мы работаем в одиночку, то все равно эти функции все у нас есть. Мы так или иначе их совмещаем между собой. Как только мы хотим делегировать что-то, к примеру, я не хочу делать чертежи, я ищу себе чертежника и беру себе этого специалиста, который знает, как встроиться в нашу систему и помогает нам именно делать чертежи. Надоело делать визуализацию, хочу общаться только с клиентом и делать концепции, беру визуализатора. Ну и так далее. То есть в итоге хорошим таким ходом и хорошим развитием именно дизайнера в плане выхода из работы, из бизнеса, именно создания студии, создания бизнеса, а не работы, это движение вперед, постепенно замещая все функции, которые мы делаем. А чтобы их заместить, вспоминаем начало нашей работы. Это слайды, где я рассказывал, что там есть правила и шаблоны. Как только мы это делаем, то мы становимся здесь свободными и мы можем заниматься любимым делом. Итак, вот у нас есть по пять функций, которые есть на каждом проекте. Первые пять это функции, которые творческие, ну по сути, это те, которые делают работу. А вторые это управленцы. Еще раз, не привязывайте это к людям. Вот это самая главная, самая такая большая ошибка, когда это все рассказываешь, что вот кажется, что надо 10 человек. Не нужно. Это может быть в одном, в двух людях. Это очень важно. Значит, первые вещи это то, что ты делаешь для того, чтобы реализовать, а второе для того, чтобы это все администрировать и сдать. Поэтому, ну обмерщик, дизайнер, результататор, чертежник, декоратор комментирует, наверное, здесь излишне. Давайте с управленцами посмотрим. Что делает ведущий дизайнер? Он совмещает все то, что сделали вот эти ребята первые пять в единое какое-то целое и сдает это дело клиенту. То есть, его святая обязанность это именно соединить проект и сдать клиенту. Он общается, он делегирует, если нужно, какую-то работу там смежником и опять же соединяет это все, хранит это все, как он ответственный за проект, можно так сказать. Менеджер. Менеджер помогает ведущему дизайнеру с административной работой. Договор, встречи, согласования, подписи. Если этого не делать, то, к сожалению, может получиться так, что мы будем работать себе в убыток, а клиенты будут отсуживать просто деньги, которые заплатили через суд. Такие практики уже много и чем дальше, тем это все проще. Сейчас в суд не надо куда-то идти, онлайн отправляешь, тебе там заявочку и потом тебе письмо счастья, что ты должен в три раза больше, чем тебе заплатили. И ты, в принципе, об этом даже не знаешь. Почему? Не потому, что даже ты сделал что-то плохо или с кем-то поссорился, а просто у клиента была такая возможность и он так захотел сделать. А почему нет? Такое тоже бывает. Если мы работаем, то очень глупо будет, если работаем по договору, если подписываемся, то очень глупо будет сделать хорошую работу и потом за нее еще и быть должным. А такое бывает. Вот один из последних примеров, мне юрист рассказывал, который занимается делами дизайнеров, сделали абсолютно все работы, сделали авторский надзор, а потом клиент подает в суд и просит 4 миллиона за то, что на авторском надзоре оказывается стенку строители перенесли куда-то не туда. И это было сделано по согласованию. Пришел клиент, пришел дизайнер, все согласовали, все нормально, но не подписали бумагу, что так надо. А в итоге он сказал, проект готов, мне все нравится, круто, но сделан не по вашему проекту, который вы мне сдали. Будьте добры, 4 миллиона. Договорились на 900 тысяч. Бировое. Но тоже обидно. И что сделаешь? Ничего не сделаешь. Не подписывали, не делали документы. За этим всем следит менеджер. Он знает весь проект, он знает весь процесс, он знает сценарий проекта, он следит за тем, чтобы дизайнер согласовывал, вернее, дизайнер сдал вовремя, а клиент согласовывал вовремя. Комплектатор. Про эту функцию мы поговорили сейчас достаточно детально. Я думаю, всем уже понятно, что делает комплектатор. Кстати, ведущий дизайнер еще ведет авторский надзор. Вот еще, что он делает. Забыл сказать. Арт-директор отвечает за то, чтобы соответствовало то, что мы напридумывали, философии дизайна. И ведущий дизайнер может спросить у арт-директора, как правильно ли он делает. Если у него глаз замылился, то это как бы взгляд со стороны. Более опытный товарищ, можно так сказать. Который скажет, да, нормально, либо нет, здесь надо что-то подкорректировать. И руководитель. Это тоже функция, она есть. Руководитель в нашем случае, то есть так или иначе, кто на себя работает, сами себе тоже являетесь руководителем. Это он отвечает в том числе за административные задачи, за создание договора, за IT, за сервер, за привлечение клиентов, в конце концов. То есть и за стратегию развития, то есть что мы будем делать, сами дальше работать, либо будем студию создавать и создавать документы. То есть эта функция в любом случае у нас есть в голове, и мы ее как-то двигаем вперед. Вот основные позиции. Детально они прописаны уже, и они прописаны в стандарте профессии. Собственно, для этого он и был сделан, которым я с удовольствием тоже с вами поделюсь, чтобы вам было проще, если вы будете создавать студию или будете как-то делегировать, вы сможете спокойненько, уже готовые эти функции использовать и нанимать людей под эти функции, уча их необходимым навыкам. Те вопросы, которые постоянно возникают, нужны ли эти сложности, если я работаю один. Сложности не нужны, сложности здесь нет. Моя вообще задача, почему я это все рассказываю, кому-то кажется, что это может быть действительно сложно и слишком заморочено и запутано. И что хочется сказать в этом направлении. Сейчас, может быть, вы работаете один, но пройдет год, один, два, три, пять лет. Так или иначе, одному можно продолжать работать. Просто надо понимать все равно, даже если ты работаешь один, где какую функцию ты делаешь и когда к нам придут клиенты, если ты будешь выполнять свою работу хорошо, то клиенты будут приходить. И когда вдруг придет несколько клиентов, чтобы потом не разорваться и не совершить какую-то ошибку. Чтобы иметь возможность уже в голове разделять все эти функции и иметь возможность в случае необходимости масштабироваться. А такое всегда будет. И ко мне на консультации, очень часто попадают и приходят именно люди, которые хотят создать студии, и у них одна и та же проблема. У нас много заказов, много клиентов, в дне всего 24 часа, что мне делать? И невозможно ничего сделать, потому что перед тем, как что-то делать, перед тем, как нанимать людей, нужно голову поменять. И голову поменять нужно в самом начале. То есть сейчас уже даже начать, если вы даже не планируете создавать студию и как-то делить. То есть самое главное в голове это все, чтобы было деление. И как только оно будет, как только оно у нас будет внутри, мы всегда сможем нанять себе помощников и делегировать, и не попасть в неприятные ситуации с заказчиками. У меня для вас в том числе будут на сегодня подарки. Кто-то видел адский авторский надзор? Кто видел? Поднимите пару строк. Ага, тоже немного. Вам очень сильно рекомендуется вот эту историю посмотреть. Здесь у нас мастер-класс будет из четырех видео. Нужно будет вам на этот телефон смс-ку отправить в свою почту и как вас зовут. Мы вышли вам четыре видео, мастер-класса, где я детально как раз по схемам рассказываю, как работает более детально комплектация, авторский надзор, управление строительством. И также здесь будет стандарт профессии, о котором я сейчас говорю. Вы тоже сможете его получить на почту. Ну в принципе у меня по сегодняшней теме все. Я готов пообсуждать любые вопросы, если они будут, пожалуйста. Темы могут быть любые. Какие вас волнуют? Очень интересно. Может быть привлечение клиентов, может быть создание бренда, может быть как начать делегировать, как из новичка стать профессионалом. Ну и любые абсолютно темы. Я практически все их прошел, потому что прошел весь этот путь именно вообще от визуализатора получается до уже руководителя студии, которая работает самостоятельно. Знаете, когда мы выбирали тему выступления Станислава, мне на почту пришел такой список тем. Давайте какую-нибудь. Я аж растерялась, честное слово. Поэтому любая тема абсолютно. Что вам интересно, спрашивайте. Расскажите, как у вас. Интересно очень. Можно вас узнать, как вы находите клиентов вообще и как вы относитесь к тому, что многие дизайнеры ведут блог в Инстаграме и в социальных сетях. Положительно отношусь. Это самое крутое, что можно сделать. Не только делать свою работу хорошо, но и описывать услуги. То есть, когда клиенты приходят через экспертность либо через известность, это самые лучшие клиенты. Им не надо доказывать, что ты не верблюд, им не надо доказывать, что ты молодец, им не надо демонстрировать, почему надо вас выбрать. Когда люди приходят через рекламу, это тоже хорошо, ты можешь заплатить деньги, и твою рекламу будут показывать, но ты каждому должен объяснить, почему ты лучше соседа. Поэтому я считаю, что умение выступать, умение формулировать свои мысли, умение и текстом, и устно, это является ключевым навыком и ключевым показателем для дизайнера, для любого специалиста. Именно так мы и делаем сами, и рекомендуем тоже всем так делать. Ну, просто некоторые читала пост одного дизайнера, и она говорила, что в соцсетях сидят люди, которые просто пьют кофе, и им нечем заняться. А хорошие клиенты с Инстаграма и социальных сетях не приходят. Приходят. У меня с Фейсбука пришел, знаете кто? Министр рыбного хозяйства Нигерия. Вот вы смеетесь, а он мне 10 тысяч евро заплатил. За проект, ну, мы делали проект в Сочи, и был кризис, и он не пошел. И я его продал туда. У него была земля, и он говорит, я вот хочу, пожалуйста, десяточку плати. Он заплатил. То есть прямо на счет прислал. И я спросил, как меня нашли. Он говорит, я вот в Фейсбуке там подписан, читаю. Поэтому, ну, случаев много. Вот дом в Жуковке я показывал, там 600 метров, дорогущий дом. Значит, нашла жена клиента тоже. Ну, многие премиум сегменты, это на самом деле очень мощный премиум сегмент. И Аллы Пруса тоже. Помощницы отдал. Найди дизайнера. Где найти? В инстаграмчике раз. И, пожалуйста, почему нет? Нет, это все работает, точно работает. Но надо делать, если это делать, надо делать правильно, конечно, с позиционированием. Нужно очень хорошо работать. Перед тем, как начать позиционировать, есть... У меня замечательно есть видео. Вот прям очень рекомендую. Кто-то видел четыре концепции привлечения клиентов? Есть? Видели? Если не видели, да, я вам тоже списочек надо, да, что прислать, что сегодня наобещаю. В общем, контакты есть, пришлете, я вам вышлю. Это вот прям ключевая штука, потому что там минут 30, по-моему, я рассказываю именно четыре концепции, которые нужно для себя решить, в какую мы двигаемся. Либо это активные действия, либо это экспертность, либо это польза, либо это известность. Все они работают, но они должны накладываться на то, как мы хотим, каких мы клиентов хотим и какие у нас есть ресурсы для того, чтобы сделать это быстро. Здравствуйте. Здравствуйте. Станислав, подскажите, меня зовут Анна, я дизайнер. Как у вас в студии? Дизайнер, визуализатор и человек, который делает чертежи, это один человек или три человека? И как они взаимодействуют друг с другом? И насколько, если мы говорим о не олигархах, что у нас клиенты, а о среднем классе, насколько это оптимально? Либо один человек это должен делать, или три человека? Тут нет такого показателя, насколько оптимально или не оптимально. То есть это вы решаете сами в зависимости от загруженности. Вот это ключевое. Вы можете все совмещать в одного. Я только что сейчас об этом сказал. Мы делим, как правило, у нас ведущий дизайнер, он же бывает иногда и дизайнером, но визуализатор отдельно, потому что визуализаторы лучше делают свою работу. Дизайнеру не нужно делать визуализацию качественно и красиво, потому что он просто должен заниматься подбором мебели, обсуждением, разработкой концепции, рисовать эскизы, ему не нужно тратить свое время, которое у него более дорогое, чем у визуализатора, для того, чтобы делать визуализацию. Поэтому о визуализации мы, как правило, берем всегда наших же выпускников. Их сейчас много. Все те работы, которые я сейчас показывал, это уже не я делаю, это делают наши выпускники, которые проходят наши курсы и учатся делать вот такие проекты. Мы у них же заказываем, со всеми работаем и качество получается очень хорошее. Что касается чертежей, то тоже желательно, чтобы их делал не дизайнер, а делал проектировщик. То есть у меня написано чертежник, но по-хорошему это должен быть проектировщик, который продумает еще и технические детали, которые дизайнер тоже не всегда знает. Дизайнер может быть замечательный вкус, но как стыковать какие-то сложные моменты или узлы, он просто может не знать. Потому что нет еще большого опыта. Но при этом два специалиста в этом плане справятся замечательно. Поэтому если у вас есть проекты, если вы хорошо привлекаете клиентов, у вас есть больше, чем вы можете сделать, то самое время начать делегировать. Если их нет, то делайте все сами спокойненько, не дергаясь от начала до конца. Это тоже замечательный путь. То есть каждый дизайнер с этого начинает, делает все от начала до конца, ведет проект, ведет стройки. И потом уже, когда уже надоело 10 раз это делать, начинает кого-то потихонечку брать. Это стандартный путь эволюции. Нормально. Станислав, скажите, пожалуйста, после согласования планировки вы делаете коллажи или сразу 3D-визуализацию в цвете уже с материалами? Мы коллажи вообще не делаем. Если по порядку, у нас идут обмеры, анкетирование, потом делается альбом технического задания. Тоже большая история. Мы его делаем достаточно толстеньким, на 50 страниц. Наша задача в самом начале как можно больше согласовать с клиентом. Для того, чтобы потом уйти от вариативного проектирования. Мы делаем один вариант планировки, мы делаем один вариант дизайна, и, как правило, сразу угадываем. Почему? Потому что мы сделаем предварительную работу, задав достаточное количество вопросов клиенту. У нас анкета, 300 где-то вопросов, и занимает она, чтобы ее всю задать, где-то 3-4 часа диалога. Но зато мы знаем все о клиенте, и он сам смотрит на то, что хочет получить совсем другими глазами. Это очень крутая штука, крутая технология, которая прям суперская. Дальше мы делаем планировку, согласовываем. Дальше мы делаем визуализацию центральной зоны, белой модели, и в цветах. То есть мы не делаем коллажей, потому что, по сути, то, что говорить коллажи, они у нас в альбоме технического задания уже подобраны какие-то вещи. Дизайнер может это сделать. Если интересно по коллажам, и у нас и на это, не по коллажам, а по техническому заданию, и на это есть у меня лекция, курс отдельный. Хотите лекцию бесплатно, посмотрите, хотите на курс, запишитесь, пройдите, получите все шаблоны. То есть могу тоже выслать, если будет интересно. А если коллажи, это плохо? Это неплохо. Ну, неплохо, но как бы вы с этим не работаете. Как вы относитесь к скетчингу, что очень популярно сейчас, и даже, ну, как-то элитарно, что ли, рисующий дизайнер, выдача альбома. Смотрите, это нам кажется, что это что-то элитарно или не элитарно клиенту, но все равно, ему нужно донести идею. Как вы донесете, зависит от вас. Ну, какая разница? Ему должно быть понятно, что мы делаем. Мне ни разу никто не сказал, а почему вы делаете 3D, нарисуйте мне от руки. Ну, то есть, вот реально, никогда такого не было. Мне кажется, это придумывают дизайнеры сами для себя, либо чтобы продавать курсы этого скетчинга, просто чтобы все дизайнеры ходили. Скорее всего так. Станислав, подскажите, пожалуйста, а есть ли у вас какие-то скрипты разговора по поводу предложения комплектации клиенту? Скрипты? Я вообще против скриптов, потому что скрипты, это так, мне кажется, для мартышечек не нужно так делать. Нужно, чтобы было глобальное понимание. Когда у тебя есть понимание внутри, спокойствие, когда ты знаешь, что ты несешь пользу, это же не шарлатанство, что я сейчас сказал, это точно стоит тех денег. Деньги сами можете назвать. Когда ты это понимаешь, ты спокойно рассказываешь, как оно будет в жизни. Вот я отдаю вам сейчас альбом, что мы рекомендуем делать дальше, либо что дальше делают наши клиенты. Вот обычно поступают вот так и напариваются вот на такие проблемы, что там не приходит не то, рекламация, цвет не совпадает. Чтобы этого избежать, вы же хотите этого избежать. Вот, пожалуйста, вам либо шпаргалочка, либо хотите я за 10% возьмусь на это все. То есть, когда клиент понимает выгоду, не надо никаких скриптов. Ты просто спокойно ведешь диалог, беседу и обсуждаешь. Ну вот клиент, вы ему говорите, что стоимость такой услуги 10%. Он прикидывает, сколько он планирует потратить на свой проект. И получается, говорит, что вот вы заработаете такие деньги, как вы отвечаете на этот вопрос? Ну да. Нет, вы смеетесь, но у меня был клиент, он вообще не понимал, говорит, напиши мне в цифрах. И мне пришлось написать, что у него дом стоит 11 миллионов, и я из них заработаю 1 600 000. Тогда он сказал, ну все понятно, и подписался. То есть, мне пришлось в цифрах вам показать, сколько зарабатывают строители, сколько мы, сколько на отделку, сколько на материалы. У меня, кстати, это тоже видео есть, разбор подробное. И он после этого сказал, мне все понятно, все четко, я так хочу, да. Я не хочу этим заниматься, у меня бизнес, я занимаюсь работой на работе. Я не хочу заниматься дачей. Я готов заплатить за 6 месяцев 1 600 000, чтобы у меня была дача готова под ключ. Все, почему нет? Все прозрачно, да? Да. Но не на всех это работает. Конечно, вы правильно говорите, что есть люди, которые не понимают. Но как бы, чтобы не попадать на этих людей, лучше развивать тему привлечения клиентов, позиционирование, нишевание свое, чтобы работать только с теми, которых ты хочешь, и которые тебя хотят. А не каждому объяснять, почему вы столько заработаете. Ну, то есть, это такое какое-то мышление, достаточно странное. Станислав, расскажите, пожалуйста, как вы привлекаете таких клиентов? У нас для Тюмени это очень сложно. Ну, я же только что рассказал, что есть разные способы. Известность отлично работает. У меня половина клиентов по видео приходит. Инстаграм я не развиваю, ну, пока я буду это делать. Ну, и на самом деле, Ютуб я тоже не развиваю. То есть, я не занимаюсь сейчас или направленным привлечением клиентов, поэтому я, наверное, не лучший советчик по этому вопросу. То есть, наверное, другие разные курсы или специалисты, которые это делают. К нам приходит и так, но чтобы делать это там детально и системно, да, это комплекс всегда работ. Это работа и по известности, как мы сейчас делаем, по экспертности, когда я выкладываю, допустим, планировку, клиент заходит на Ютуб, смотрит это видео, звонит и говорит, я все посмотрел, я хочу заказать. И говорит, приезжайте. Я говорю, вы знаете, сколько стоит? Да, 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 я все нашел на сайте, все посмотрел. Ну, то есть, вот ко мне сейчас попадают такие клиенты, но это же не просто так, потому что я заморочился, потому что я записал это видео и делаю это достаточно регулярно. Этого мало. То есть, чтобы еще было круто, надо в том числе и работать на привлечение клиентов холодным методом. То есть, надо и то, и то, и известность, и выступление, все должно быть. И инстаграм, для этого можно, ну, наверное, рекомендуется нанимать специалистов, но делать все последовательно. То есть, не надо сразу же все способы включать, выбирать именно вот по тому видео, которое я рекомендую, выбирать какой-то свой и по нему идти. Но первое, это описание себя, чем ты отличаешься от соседа. То есть, если ты, твое имя можно зачеркнуть и поставить имя соседке, то это плохое, очень позиционирование. Отвратительное. Тогда не будет понятно, чем мы отличаемся. У каждого из нас есть индивидуальность. Ее надо найти и показать. И тогда мы найдем именно наших своих клиентов. Не надо, ну, бояться этого. Здравствуйте. Станислав, вот глядя на ваши проекты, в первую очередь, я обратила внимание именно на выполнение, потому что мало это нарисовать, мало это написать, подобрать. Вопрос кадров строителей, потому что такое воплотить проект, это нужны золотые руки. И вот первый вопрос, вы как со строителями вообще начинаете разговор, или это ваши люди изначально? И, допустим, что вы отвечаете клиенту, если они говорят, ой, ну, проект твой, а вот этот там Арсен будет делать, а ты смотришь на Арсена и понимаешь, что он как бы, ну, не будет его, не сможет делать. А тебе еще и авторский, тебе платят за авторский, тебе платят за комплектацию, но ты понимаешь, что ты не можешь Арсену ничего донести. Что делать? Что делать? В этой ситуации? Ну, смотрите, такая ситуация бывает, она бывает всегда. Всегда приходится какой-то вот товарищ из Ближнего Востока, который придет и скажет, я сделаю в 10 раз дешевле. Ни в коем случае нельзя говорить, что там у вас ничего не получится. Надо задавать вопросы всегда. Как правило, устраиваем встречу, если нам нужно отсечь неадекватных товарищей, и спрашиваем, как вы будете делать это. Ну, просто интервью ведем. Как вы будете делать это, как будете делать это. Ну, и просто слушаешь, как он рассказывает и объясняешь, как это должно быть. И клиент сам видит это, принимает решение. Мы со строителями работаем, у нас нет своих строителей, ну, специально нет. То есть мы, у нас есть как бы рекомендованные, кого мы более-менее знаем, которые понимаем, что с таким справятся. Мы говорим клиенту ни в коем случае, не что это наши строители. Это строители сделали нам предыдущий проект и там показали себя более-менее нормально, либо хорошо. Можем даже клиента пригласить, посмотреть. Но никогда мы не подписываемся за чужих ребят и не рекомендуем. Мы говорим, они там сделали, но в этом вас могут запороть. Есть свои, пожалуйста, ищите своих. Мы можем тендер устроить. То есть на самом деле на комплектации, первым делом, на управление строительством, первым делом мы устраиваем тендер между там тремя бригадами, где берем там друзей, которые очень дешево делают, и там две другие бригады. Как правило, с клиентом мы встречаемся с двумя претендентами вместе. То есть я как консультант, мне клиент тоже за это платит деньги за управление строительством. А ребята, они сами себя презентуют. Ну и мы задаем вопросы, дальше они удаляются, клиент принимает решение. Ну примерно вот так происходит. Поэтому мы не говорим, что мы все сделаем. Это очень опасно, потому что это отдельный бизнес на самом деле. И чтобы сделать вот этот проект и не запороть его, ну в минус не уйти, а очень легко там в минус уйти. Были случаи, когда квартиру делали, уходили строители на минус 4 миллиона. Спокойно. Ну и вот недавний случай, скажем так. Просто потому, что не подписали какую-то бумагу, а клиент не доплатил им просто остаток и все. Ничего не поделаешь. Поэтому мы не вписываемся в это. В этом-то весь и момент, что рисуя такой проект, изначально вот, допустим, ну на тюменском рынке я... Не сделают. Я понимаю, что много, ну я не знаю, куда бежать. Рисуйте не такой проект, рисуйте попроще, который сделают. А хотелось бы, ну на ваш уровень, рядышком стать, что делать? Ну привозите, значит. Ну понятно, в общем. Пока не найдешь хороших строителей, в принципе. Решайте вопрос, да. Это тоже не проблема, потому что мы возили, мы во Франции делали объект, и там приезжали молдаване и делали замок одному нашему клиенту. Ну реально он их прям привез, и они делали, ну хорошего качества, ремонт. Здравствуйте. Что в итоге с этим проектом, который сложности имел? Какой? А вот первый самый. Вы сказали, что были проблемы с ним, с этим проектом. Аллы Паруса? Да, да, да. Так сделали, я же видео показывал сам начальник. Нет, ну, а какие в процессе, нам очень интересно. А, сложность, которая в процессе? Слушайте, ну, а вот, кстати, у вас был второй вопрос, да, по авторскому надзору. Когда делают не так? А всегда делают не так. Не бывает такое, что ты приходишь, и там у тебя все отлично. Смотри вот здесь так, вот здесь так, мы всегда работаем с руководителем, да, с управляющим, по сути, строителями. Со строителями и со сроками, с клиентом, у каждого свои ожидания. И это очень такой сложный момент, когда дизайнер приходит, и что он может сделать? Он должен выполнить свою функцию хорошо. Вот это самое главное. То есть на авторском надзоре он пишет, мне по проекту, но он не говорит, что не по проекту все там переделывайте, потому что чаще всего это невозможно, уже что-то сделано. И, как правило, нужно принимать какое-то решение. Но написав, что сделано не так, донеся эту информацию до клиента, это самое главное, он может уже вместе с клиентом принять решение, что теперь с этим делать. И клиент уже понимает, либо говорит, нет, мне это категорически не подходит, вы криво положили, я каждый день буду это видеть, меня это бесит. Либо, да ладно, нормально, завтра я об этом забуду, давайте дальше. Это решение принимает клиент, ну, то есть не мы. И вот если говорить про тот проект, там на фотках, на видео это не видно, но там куча разных историй, когда нужно подходить с материалами друг к другу. А материалы там все делали отдельные подрядчики. То есть приходят паркетчики, сделали, ушли. Приходит следующая, стену, там портят ту работу. А управляющий еще получается, тоже управляющий, генподрядчика, он подписывает и выплачивает деньги. Естественно, когда ты деньги выплатил, к тебе уже никто не придет назад что-то переделывать. Собственно, вот эти организационные ошибки, за которые можно поплатиться дальше в конце проекта. Но опять же, это не наша часть, мы не ведем генподрядный бизнес, поэтому хорошо, что нам есть чем заниматься, мы все-таки больше к творчеству идем. Тогда сразу такой вопрос. А раз уж мы заговорили о строителях, как вы решаете конфликтные ситуации с ними? Ну, то есть, допустим, когда строители говорят, что вот это невозможно сделать, хотя в проекте все понятно, подробно, и даже товарищи Ближнего Востока могут понять. Ну, то есть, когда они отказываются что-то делать или делают заведомо не по проекту и пытаются выставить вас виноватым или еще что-то. То есть, как-то доказывают заказчику, что вы изначально как-то неправильно себя повели. Ну, есть же документы, и есть здравый смысл. То есть, ты объясняешь и показываешь, рассказываешь по документам, что все окей. Ну, а что тут можно сделать? Ну, пытаются, хорошо. Ну, вот у меня был случай, мы переходим на объект вот совершенно недавно, и там нужно черепицу какую-то переложить, да, и строитель говорит, это не делается, так не получится, здесь невозможно. Я говорю, почему? Объясните, пожалуйста, почему это не получится? Ну, я же не обладаю таким даром красноречия, я не могу объяснить, ну, и все становится понятно, потому что, ну, давайте посмотрим вместе, чертеж, вот линия, вот чертеж, все же понятно, вот все сходится, все как надо, вот вам эскиз даже, там был в проекте, вы, наверное, не посмотрели. А, ну, да, не посмотрел. То есть, когда у тебя есть документы, ты не можешь ничего сказать, ну, ни да, ни нет, у тебя есть документ, который ты уже сдал. Если там ошибка, да, это бывает, конечно, что и у нас тоже бывают ошибки, ну, ничего не сделаешь, тогда ты берешь, говоришь, да, я сейчас переделаю, исправлю, если там уже действительно по нашей вине деньги какие-то потрачены, можно даже как-то пенсировать, возможно, но, как правило, до этого не доходит. То есть, да, бывают строители такие, но ты просто спрашиваешь, ну, а что не так-то? И пусть они объясняют уже, что не так. Мы никому ничего не должны, то есть мы приходим и смотрим, сделано или не сделано, мы не заказчику не должны довести до конца, мы выполняем свою функцию, мы же не генподряд делаем. Вот именно понимание того, что мы здесь должны, а что не должны, это тоже очень важно. Если мы подписываемся со строителями, тогда да, уже ничего не сделаешь. То есть, ваши строители и вы. Вы выполняете генподряд, не надо думать, что это дизайн. Это реализация уже полноценная с управлением с генподрядом, тогда уже с вас будут все спрашивать. Но если вы не готовы к таким моментам, да, по ответу можно понять, что, может быть, и не до конца готовы, тогда не надо за это браться. Даже мы к этому не готовы, хотя у нас там структура и все. То есть мы хотим заниматься тем, чем мы занимаемся. Не надо браться за не свои какие-то вещи. Лучше найти нормальных подрядчиков, их советовать, с ними работать, и они не будут таких вопросов задавать. Добрый вечер. Я хочу задать вопрос про примирование и депримирование своих сотрудников. То есть, например, если у вас чертежник условно вычертил проект и на каком-то этапе что-то пошло не так с его работой, когда вы это обнаруживаете и что вы делаете с этим? Обнаруживает это, надо понять по функции, ведущий дизайнер. То есть, это работа ведущего дизайнера проверить и принять. Соответственно, виноват… Перед сдачей. А? Перед сдачей клиента. Конечно. Да, виноват в этом случае не чертежник, он исполнитель, а ведущий дизайнер, который принял у него работу. Его работа была это сделать. Что дальше происходит? У нас нет штрафов вообще. То есть, я против штрафов. У нас есть только премии. И у нас есть… За что? А? За что? Ну, за успешную сдачу проекта, за работу, за бонусы. там есть ряд, у меня прописана тоже финансовая модель, кто за что получает. Штрафов нет, поэтому у нас есть… Но есть как бы должности, есть условно младший специалист, начинающий, ну не начинающий, можно сказать, первого разряда, чертежник, который получает определенные деньги за определенную работу. Есть следующий уровень, который уже меньше ошибок совершает, ему можно более сложные задачи дать, он получает плюс 20% к этой работе. И в итоге, если мы видим, что не тянет чертежник, его постоянно надо исправлять, ну, либо находятся ошибки, то мы его либо понижаем, ну, как бы в должности, ну, вот не в должности получается, а в ставки, в ставки. Вот. И он не обижается тоже, потому что он понимает, что он пока еще учится и допускает ошибки. А следующий уровень специалист, он сам исправляет свои ошибки, ну, как бы если мы ему об этом говорим. В общем, если это вскрывается потом дальше, ну, где-то на проекте, да, если это… Он перечерчивает бесплатно, получается, ну, свою ошибку исправляет, либо не перечерчивает, но тогда у него минимальная должность, вернее, минимальная ставка. А если уже строители пошли и сделали что-то, но это такой уже момент достаточно сложный, по-хорошему, мы должны, наверное, как-то компенсировать это дело, как правило, договариваемся. Но у нас такого не было, вот что по нашему проекту, так как если мы ведем авторский надзор, да, то мы всегда замечаем, что что-то не так и успеваем подкорректировать. Если не ведем, то, ну, как бы не ведем, там у нас везде сноски, написано, что померить уже там по существующим, по возведенным стенам, там с учетом штукатурки, в общем, таких как можно больше жучков ставим, тогда вопросов к нам нет никаких и, ну, сами делайте, сами виноваты. Спасибо. Давайте заключительный вопрос. Сегодня, я прям не знаю. Давайте. Я не знаю, давайте. Два последних вопроса, давайте. Все спрашивали про работу, мне хотелось бы узнать, как вы в компании отдыхаете совместно? Никак, у нас все работают в разных местах, в разных городах у нас все находятся. Удаленные, да, у нас удаленные взаимодействия, поэтому мы отдыхаем, раз в неделю мы встречаемся в Google Handout с камерой и проводим совещание еженедельное, на котором обсуждаем, что мы должны сделать. Также мы на этом совещании обсуждаем успехи, то есть у каждого есть чем похвалиться, там, что произошло за неделю, не обязательно даже по работе. И вопросы, пожелания, предложения. то есть вот такое просто живое общение. У нас, у нас нет каких-то там праздников, корпоративов, все, что с этим связано. То есть нас объединяет, наверное, всех именно желание делать свою работу максимально качественно, хорошо, желание развиваться, вот это вот больше. То есть какой-то другой вот эмоциональной сплоченности в нашем случае не требуется. Ну и заключительный вопрос. Давайте. Стоимость квадратного метра и что входит в эту стоимость, то есть что получает клиент по итогу, потому что наши клиенты хотят все и сразу, звонить в любое время, в магазины в любое время, то есть все, то, что входит в эту стоимость. Ну, с конца, наверное, отвечу, что хотеть могут, ну, по-разному, да, но не факт, что это надо делать. Надо всегда обсуждать и надо всегда, ну, спокойненько спрашивать, а для чего, а зачем. Вот тоже могу сказать такую историю. У меня был клиент, который тоже звонил, ну, постоянно. И в итоге мы ему говорим, слушайте, ну, сейчас выходные или там после определенного времени, ну, как бы мы не работаем. Вот. И он сначала чуть-чуть обижался, а потом нам надо было ему позвонить и что-то спросить в субботу. И мы ему звоним, мы говорим, слушайте, ну, вот давайте вот у нас тоже, я вот принял вашу практику, теперь я тоже в выходной отдыхаю. И вроде как даже его жизнь наладилась. Поэтому учите клиентов, как надо работать, это всегда полезно, да, не только по проекту. А первая часть вопроса какая была, сколько стоит? 3000 рублей квадратный метр у нас стоит. А что входит, я уже говорил, это набор визуализации, это сам рабочий. И что там еще? И список ведомостей, какое оборудование мы используем. Вот это вот наш стандартный пакет, с которым мы выходим дальше на стройку. Дальше авторский надзор и дальше комплектация управления строительством. В общем, все это вот в совокупности идет. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что еще должно было быть очень много вопросов. Я думаю, что всем очень интересно и нас, хочу заметить, сегодня практически 200 человек в зале. Ничего себе. Да, такое большое количество. Друзья мои, если вот эта тема вам всем была интересна, успели же сфотографировать контакты? Вот туда отправите, я вам пришлю все, что сегодня обещал. Надеюсь, кто-то записывал, потом мне списочек, я попрошу организаторов. У нас будет по комплектации второй поток курса онлайн на один месяц, где мы будем проходить все это детально. И если у вас есть желание в нем поучаствовать, потом мы вам вышлем предложение, если кто-то еще не видел. Если будет желание, сможете поучаствовать. Уже очень скоро начинается. Спасибо всем за участие. Спасибо большое. Спасибо.